В нашем городе многие улицы названы в честь знаменитых соотечественников, ученых, писателей, поэтов, военных и фронтовиков. Совсем недавно на остановках общественного транспорта появились информационные баннеры с краткой историей героев Великой Отечественной войны. Это было сделано, как сообщают организаторы проекта, для того, чтобы повысить интерес горожан к истории родного края, поддержать творческий и интеллектуальный потенциал молодежи. Звучит, конечно, красиво, но грубые ошибки иногда случаются. По информации баннера с остановки музыкального училища в Рязани якобы есть улица, названная в честь некоего Зубкова. В тексте баннера ягл допущена серьезная орфографическая ошибка. Практически всегда улицу имени героя Советского Союза, прославленной летчицы Антониной Леонтьевой Зубковой, по непонятным причинам называют улицу Зубкова. Летчица, герой Советского Союза, в дашках военных, в Песочне. Скажите, пожалуйста, вы знаете, кто такая Зубкова? Нет. Зубкова, эта улица называется в Песочне, если не ошибаюсь, летчица. Герой Советского Союза летчица. За годы войны за плечами Антонина Зубковой остались 68 успешных боевых вылетов. Штурман взорвала три склада с боеприпасами врага, сбросила более 50 тонн бомб на фашистские укрепления. За беспримерное мужество, героизм, отличное выполнение поставленных задач. 18 августа 1945 года Антонина Зубкова получила звание Героя Советского Союза. Кроме того, Зубкова награждена орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды и множеством медалей. В ее честь названа одна из самых больших по протяженности улиц в Рязани, которую, кстати, даже перед празднанием 70-летия Победы не привели в надлежащий порядок. В общем, плохо помнят горожане свою землячку. Скажите, пожалуйста, вы знаете, кто такая Зубкова? По-моему, участница Великой Адельской войны. Вы живете на улице Зубковой? Да. Вы знаете, кто такая Зубкова? Да, летчица. По-моему, это связано с войной. Вы знаете, кто такая Зубкова? Зубкова-летчица. Зубкова, не знаю. Знаете? Нет. Вы знаете, кто такая Зубкова? По-честному, нет. Нет. К слову, такие обидные для авторов орфографические ошибки встречаются и на государственных учреждениях. Например, на здании Мальчинской богодельни тоже допущена ошибка по невнимательности. Еще в античности древнеримский оратор Синека-старший говорил, что человеку свойственно ошибаться. Что же ошибки могут совершать все? Главное, чтобы эти все учились на своих ошибках и не повторяли их вновь.